Нередки случаи, когда машина скорой помощи не могла добраться до места происшествия, потому что нерадивый водитель поставил свое авто поперек проезда или около подъезда. При этом врачу приходится добираться до больного пешком или тащить тяжело больного человека до кареты скорой помощи. Так стоит ли машинам спецслужб разрешить таранить таких нарушителей, сейчас узнаем у Саровчан. Как вы считаете, это правомерно и будет ли это хорошей инициативой? Я думаю, что неправомерно. Просто вот часто случаи, когда машина, правда, не может скорой или пожарной доехать до места, а вот автомобиль стоит поперек. Вот как вы считаете, стоит ли тогда отдавать зеленый свет машинам таким таранить? Нет, наверное, она не стоит. Все-таки порча другого автомобиля тоже не лучше, да? Сложный вопрос, конечно. Есть ситуации, когда это необходимо. Какой вызов, исходя из этого? В принципе, если, например, какой-то автомобиль в неположенном месте, или там что-то, ну, в плане нестандартизированное место, тогда бы я, наверное, е. Наверное, е. Ну, у меня таких полномочий нет, конечно, я могу только предполагать. Вот, а в принципе, в принципе, если, ну, достаточно критичная ситуация, я бы надевил такими полномочиями. Давно без машины. Насколько это, как бы, создаст проблемы для автомобилистов, я не знаю. Конечно, надо бы условия сделать. Я думаю, нет. Все-таки это ущерб, да, личному какому-то имуществу. Ну, а потом, ну, у каждого своя голова. Кто его знает, вот он на вызове или не на вызове. Есть четкие правила того, как должны располагаться вот эти автомобили личные там около, ну, чтобы обеспечивался всегда проезд. И если это нарушается, значит, можно...